Итак, метеохолдинг «Губерния» изменения не затронут. В районах сохраняется аналоговое вещание наших программ. Кроме того, еще два года назад телеканал перешел на кабельное вещание на 21-й кнопке, которая была закреплена за «Губернией» по итогам конкурса Роскомнадзора. Последние рейтинги по телесмотрению подтвердили, что «Губерния» остается лучшим региональным телеканалом страны. И это благодаря вам, телезрителям. Репортаж Ксении Брониславской. Телеканалов в России за последние годы стало больше. Конкуренция растет, но «Губерния» по-прежнему в лидерах. Свои позиции телеканал держит последние несколько лет. Телесмотрение по стране измеряет компания «Медиаскоп». Мониторинг, который проводился с начала сентября, показал, что «Губерния» опережает все региональные каналы страны по просмотрам больше, чем в два раза. Позади одни из самых крупных региональных каналов, которые вещают в Москве и Екатеринбурге. «Секрет высокого рейтинга «Губернии» в программах собственного производства. Мы делаем ставку на местный контент. Ежедневно силами телекомпании производится более семи часов оригинальных программ. И они всегда пользуются успехом у зрителей». На телеканале «Губерния» в вечернее время выходят две новые программы. Проект «Говорит, губерния» идет с понедельника по пятницу. За час ведущий успевает обсудить как минимум три злободневные темы. Но самое главное, у зрителей есть возможность в прямом эфире высказать мнение и задать вопрос приглашенному гостю. Наш телефонный звонок. Здравствуйте. Давайте послушаем. В программе «Тень недели» меньше трех месяцев, но она уже популярна. Это площадка, на которой высказывают свою точку зрения без ограничений и цензуры. Гости студии, политики, эксперты, журналисты, блогеры. Вместе с ведущими Антоном Петровичем и Аллой Баковкиной участники программы обсуждают самые актуальные темы недели. «Мы вообще в веселое время живем. Представитель КПРФ ходит, участвует в праймере с «Единой Россией». Добавляет ей голоса». Добавляет ей голоса, да. Первой среди региональных каналов «Губерния» стала и в освещении спортивных мероприятий. Больше всего просмотров собирают трансляции хоккея. Абсолютным лидером стал сентябрьский матч «Амура» против приморского «Атмирала». Хабаровчане одержали тогда первую победу в сезоне, обыграв команду из Владивостока со счетом 3-1. На нашем канале идут трансляции самых важных событий края. Парад победы, фестиваль военных оркестров «Амурские волны», шествие ко дню города Хабаровска. Сейчас ведутся переговоры о трансляции школьного выпускного бала. Он пройдет в конце июня в Платину-Марине.